Всем привет друзья, в прошлом видео я делал обзор на смартфон Redmi 10, где я делал различные тесты на производительность, проверял как он тянет современные игры и конечно же проводил тесты камеры. Если кто не видел данный обзор, ссылка на него выскочит сверху. За это время я протестировал большое количество модов гугл камеры и нашел на мой взгляд отличный работающий мод камеры для Redmi 10. Но также данный мод может подойти и для других смартфонов. Данный мод гугл камеры улучшает на порядок качество фото, улучшает яркость и насыщенность фотографий, позволяет делать хорошие кадры при недостаточной освещенности, благодаря функциям HDR++ и ночному режиму, а также позволяет делать астрофото. Эти улучшения касаются не только основной 50 мегапиксельной камеры, но еще и широкоугольной, макро и селфи камеры. Также получаются неплохие фото в режиме портрет с размытием фона, где есть возможность регулировать степень размытия фона. Еще данная камера позволяет делать фото панорамы и 3D панорамы, замедленную и ускоренную съемку видео, а также добавит очень нужную функцию гугл объектива, который поможет тебе искать объекты по фото, распознавать и прослушивать сфотографированный текст, а также моментально переводить текст. В данном видео я пошагово объясню, как скачать, установить и настроить данный мод камеры, и конечно же сравним фото с обычной камерой Redmi 10 и гугл камеры. Уверен, данная камера тебе понравится, и ты будешь доволен качеством получаемых снимков на свой Redmi 10. Поехали! Для установки гугл камеры нужно перейти по ссылке в описании, где мы увидим файл гугл камеры и файл настройки конфигурации для нашего смартфона. Скачиваем вот этот файл. Сразу говорю, что никаких рут прав для установки не нужно, это отдельное приложение, которое в любой момент можно будет удалить. После того, как файл скачался, устанавливаем его. И запускаем приложение. Гугл камера установлена, но она еще не настроена. В ней еще недоступны дополнительные объективы, такие как ширик и макро, дополнительных различных функций, и фото будут получаться недостаточно красочными. Можно, да и не просто можно, но и нужно настроить камеру самому под себя, но я могу предложить свой вариант готовых настроек гугл камеры. Я потратил немало времени, чтобы получить неплохое качество фото с оптимальными настройками, и тебе не придется лазить по всем этим настройкам и разбираться во всем. Для установки моих настроек, заходим в настройки, спускаемся в самый низ, конфиги, нажимаем сохранить, и пишем например один или любое другое название, и нажимаем сохранить. После этого, если зайти в проводник, в память телефона, появится папка Gcam, а в ней папка config 7. Именно в эту папку нужно будет поместить мой файл конфигурации, который можно найти по ссылке в описании, где мы скачивали гугл камеру. Переходим по ссылке и скачиваем файл конфигурации под названием Redmi 10.xml. Заходим в проводник, нажимаем вот сюда, папка downloads, выбираем конфиг Redmi 10. Нажимаем переместить, внутренняя память, Gcam, config 7 и нажимаем вставить. Открываем гугл камеру, пункт еще, и клацаем два раза под пунктом ускорения, и выбираем файл Redmi 10. Восстановить. Все, полная настройка гугл камеры на наш смартфон окончен. Как видим, уже появились дополнительные объективы, широкоугольная и макрокамера. Теперь расскажу, что данная камера может, и ее функции. Хочу затронуть самые нужные функции, которые нужно знать. В режиме камера есть настройка баланс белого от гугл, который я рекомендую включить при теплом освещении, например, от лампы накаливания. Он выставит нужный баланс белого, и фото будут получаться более белыми. Если его отключить, то фото получаются более теплыми. Но на улице и при дневном освещении баланс белого от гугл лучше отключить. Еще очень важный режим HDR, который нужно применять каждый в свое время. Если на улице солнце и ярко, данный режим можно вообще отключить. Телефон делает быстро одну фото и получается неплохой результат. В режиме HDR+, камера делает три снимка и склеивает его в один. Данный режим рекомендуется использовать при нормальном освещении на улице. Данный режим вытягивает больше деталей и получаются очень достойные фото. Режим HDR++ делает 15 снимков и склеивает их в одно фото. Данный режим сделает отличные фото при недостаточном освещении, например вечером или при домашнем освещении. Как можем заметить, HDR++ делает фото довольно долго, так что старайся держать телефон неподвижно. Чем меньше будут труситься руки, тем результат будет лучше. Давайте посмотрим на качество получаемых фото. Думаю, лучшим способом продемонстрировать качество фото на смартфон, это сделать фото при плохом освещении, так как при дневном освещении любая камера покажет себя хорошо. И примеры фото. Гугл камера в режиме HDR++ дает наилучший результат. Еще примерно стандартное приложение камера. Обычная камера тоже неплохо справилась, но режим HDR++ в гугл камеры намного лучше показывает себя при плохом освещении. Все эти режимы доступны и для широкоугольной камеры. Также при недостаточном освещении рекомендую использовать ночную съемку. Она позволяет делать неплохие снимки вечером и ночью. Это фото ночной съемки гугл камеры и ночная съемка стандартного приложения камера. Как видим, гугл камера вытягивает больше деталей и фото получаются более красочными, натуральными и имеют меньше шумов. Видно больше деталей, как например здесь. На фото на обычную камеру номера в автомобиле почти не видно. А на гугл камеру вполне можно прочитать. И примеры фото. Также доступна функция астрофото. Это фото на длинной выдержке. И в этом режиме рекомендую фотографировать со штатива. Это фото я делал ночью. За окном выпал снег. Хотелось сфотографировать звездное небо, но к сожалению зимой тяжело словить хорошую погоду. И вот результат астрофото. Как тебе? Фото сделано как будто утром. То же фото в ночном режиме. И режиме HDR++. А сейчас примеры фото на стандартное приложение камера и гугл камеру. При нормальном освещении на смартфон Redmi 10. Сразу видно, что гугл камера делает фото более красочными и насыщенными. Вытягивает больше информации в тенях и засветах. И вообще фотки получаются более живыми. Музыка. 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 Еще пару фото с широкоугольной камеры. Здесь отлично видно, что гугл камера делает из серой фотографии более красочную и видно больше деталей. Еще гугл камера неплохо выделяет человека и размывает задний фон в режиме портрет. А в режиме HDR++ портреты при недостаточной освещенности получаются намного лучше. Что актуально сейчас зимой, когда так мало солнца. Человек выделяется не идеально. Местами есть недочеты. Но в общем фото получаются годными. И примеры фото. К тому же степень размытия фона можно изменять. Заходим в приложение гугл фото и фото из портретного режима будут помечены цифрой 2. Выбираем фото. Нажимаем изменить. Выбираем инструменты. Размытие. И можем менять степень размытия фона. Селфи на гугл камеру также получаются заметно лучше. И видно гораздо больше деталей на лице. И фото встает более красочное. По видео возможностям гугл камера ничем не выделяется. Вот обычные камеры. Я особой разницы в видео не заметил. В настройках доступна запись в Full HD 60fps и 4K 30fps. Но они не работают. Из дополнительных функций гугл камера позволяет делать фото панораму и фото в 360 градусов. Доступна запись в замедленной и ускоренной съемке в 720p. Также в данной гугл камере доступен гугл объектив. Через который можно искать предметы по фото. И сканировать и воспроизводить текст в аудио. А также иметь быстрый онлайн переводчик. Который мгновенно переведет иностранный текст на родной. Резюмирую. Камера на Redmi 10 делает неплохие фото. Но только при хорошем освещении. И можно прокачать ее благодаря гугл камере. Которая позволит получать неплохой результат даже при недостаточной освещенности. В режиме HDR Plus и HDR Plus Plus. Получить неплохие фото вечером благодаря ночной съемке и астрофото. Также в режиме портрет получать неплохие фото. Где можно изменять степень размытия фото. Расширит функционал такие дополнительные функции как фото 360. Замедленная съемка. И гугл объектив. И да, данная гугл камера подойдет не только для смартфона Redmi 10. Но и для других смартфонов может тоже подойти. До моего Poco X3 GT она тоже подошла идеально. Пробуй ставить на свой смартфон. И если подойдет данная камера на твой смартфон. Оставь коммент. Какой у тебя телефон? И что работает или не работает? Если будут вопросы, пиши в комменты. По возможности, если что, помогу. Еще на моем канале уже есть видео по установке гугл камеры для смартфона Redmi 9. И для Poco X3. Если что, переходи, смотри. Ставь палец вверх, если видео тебе зашло. Смотри и другие мои видео. И подписывайся на канал. Впереди много чего интересного. До скорой встречи, друзья. Пока.